А какое это конкретное получение вы сфиксируете? А если? А где на конкурсе? В любом образовании? Ну, тогда, может, по сюжету и, главное, какой вопрос и что с этим делать? Ну, в самом смысле, там были вопросы и вопросы. Ага. И что? Ну, а что, а были же ситуации, когда с ногами скрещивания всякие были? Ну, то есть на него была направлена кофта? Ну, что-то такое. А как, например, помните, что там князь тьмы такою оружием обработал детьми солдат ведущего войска, что они как козы бегали по полю. То есть вполне вероятно и другие варианты. Ну, и, кстати, даже наши современники, которые разумно из нынешних людей так же, в принципе, понимают, что это свинолюди в основном. Вот Тайар мне как-то показывал, что там на доме уже пишут, рисуют свиню и пишут человек. То есть... Хотя некоторые в интернете на меня обязаются, что я свинолюдей называю свинолюдьми. Но, с одной стороны, оно и некорректно так звучит. Но, с другой стороны, некоторые думающие люди сами к этой мысли приходят. И на домах, кстати, я потом несколько раз замечал, что рисуют свиней и пишут человеку. То есть свины-человеки такие. А тут я пока вас ждал, смотрю, что же у нас тут интересно в офисе лежит. Смотрю, о, священная конституция для святой страны. Только так думаю. Только, в принципе, страна-то святая есть. А Жильбус-то в ней те самые... И на юге. Ага. И стоит его свящать. Даже если там внутренность выкинем и поставим сюда вообще вместо этих рисков, в действительности поставим известно священную конституцию. Потому что здесь у него тоже некоторые мысли автор понаписывал. Допустим, вот, вынимаем, выкидываем, ставим известно. Но все равно, кому она нужна? И обычная никому не нужна. Я там всяким киевлянам, когда обычно вот это цитировал, многим, и она кажется, как что-то непонятное себе. Не инопланетное. Дальше тут смотрю. Регламент прямо международного такого вот объединения. Важно? Угу. Я думаю, а что ж тут такого? Где ж главные оплоды вот этого вот фильма? Оплодов-то и нету в принципе. Ну, да. Дальше тут. За один год. Образование для всей семьи. И такой эзотерик, и стекло эзотерик. Если этот журнал вас потрясти, из него эти эзотерики осыпятся. Видите? И ничего не в пользу. Что он может осыпаться? Причем, вот, допустим, эту изучал заживо там. Некоторые, которые здесь находятся, также заживо изучал. Многие из них и крупятся, иные взяты, и так далее. Вот. Переиздание этого же журнала эзотериков меньше не стало. Хотя ведь тут уже так приклеили, что они не сыпятся. Ну, зато тут я еще Клеснеевскую брошюрку нашел. И заметил, что у Пратхупады подкись даже длиннее моей. Я не знаю, просто так думаю, что меня много людей критиковали, что у меня очень долгий эзотерик. А держусь в Пратхупаде еще длиннее. Ну, что же это означает? Ну, что это означает? Ну, что же это означает? Ну, надо бы, вот, сначала, какую-то такую рыжку, такую... Ну, вот то, что... Ну, вот то, что имеется в виду, когда рисуется, склиняет и пишет человек, оно и ставит за корречку. А мне неинтересно, докажи, что... Ну, оказывается, вот, некоторые еще длиннее подписываются. А что за сюжет, до речи, вот, в науке самознанья, в республике, в Рапхупаде, как синяя така, на разговорке, там, где берет річки, и сидят, и, какий, в огняному дияльні музикант, и, такий, темно-синь и холодный, какой-то бородатый на сеновке. Ну, вообще, Рапхупада на своих книжках изображал разные сюжеты из Махабхара, из Казавадгиты, Шримад Багалатан и других исторических, ну, таких мифологических, исторических текстов, на которых основывается его учение. Я помню еще его старую версию издания книги, которую они назвали «Наука самоосознания». И там в центре изображался их, в центре атома, на черном фоне. Ну, так, а на разговорке там вот есть сюжет, про який, я скажу, неведомо, что… А, ты имеешь в виду наклеенных текстам? Не знаю, в общем, поскольку это, наверное, новое издание, это мне нужно посмотреть, потому что раньше трешмейтские книги были такими, что идет просто, ну, сама книга. У нее есть цветная отделяющаяся обложка и есть клееная цветная страница. А все остальное на обычной бумаге и черной поделанной. Дальше крешноидские книги стали печататься, что обложка уже сразу цветная, но внутри все равно вклеены вставки с картинками. Сейчас вот еще что-то у них усовершенствовалось. Это, конечно, хорошо, но, как бы, у них в смысловом плане сейчас никаких улучшений нет. И то, что получается новое, это получаются труды учеников Прабхупады о том, как нужно читать книги Прабхупады. А как бы, я книги Прабхупады уже прочитал, и читать книги о том, что нужно читать книги, мне кажется, ну, не особо интересно. К тому же, известный мой запрос к Кришнеистам, это чего вы, допустим, схватились только по Бхагавадгиту, а ведь Бхагавадгита это не книга. Ты знаешь, что это всего лишь глава какой книги? Махабхави. Да. Ты же на Ураг, что ли? Ну, хоть сейчас не выводу эту Урагу. Хорошо, а как называется... Да, да, да. Да, 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 да. Как называется вторая их основная книга? Вторая визы основная книга? Угу. Ромалия? Никак нет. Они не основываются на физических основаниях, они основываются на около физических поздних. Ну, какая там может быть Куранка? Ну, говорит, где это? Так я тебе говорю, что они на ветах не основываются. А, ну, так да. Ну, у кого отсюда Леха Хупавады? Ну, да, и нет. То есть у них идет основная Дабхагавадгита с комментариями на Табхупавле. Это один том. И у них еще есть там ее куча томов, а Шримад Багава там. А, ну, так да. А я не сказал, нет? Нет. Ну, совсем нет. Так, а ты всегда какие-то бражи не пишешь, я растулив. Ты так с ним не можешь сказать? Знаешь, в тресноизме столько всяких музыкантов, столько в индуизме, и еще больше. Что, зачем мне гадать, когда, во-первых, ну, с одной стороны, ты мог бы описывать этот сюжет, я мог бы там гадать что-то там. Ну, зачем? Какую практическую пользу это гадание мне принесет, или себе принесет, или в метродакте принесет, или кому принесет? Или какую практическую пользу это, допустим, потенциально может принести кому-то, кто прослушает эту запись, или вообще кому-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. А если это не принесет никакой практической пользы, зачем мне в эту сторону начать думать? А если в эту сторону нет смысла думать, то и мысли в эту сторону не идут. Однако мысли идут в сторону того, как по-другому называли Брахму в индуизме. Брахму? Угу. Брахму? 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 И? Рам? Ладно, было такое. Ну, это такой очень одаренный еписит, который почти никогда не использовался, а из тех, что более часто использовал. Основной еписит Брахму? Основной еписит Брахму, который также индусы проецировали на некоторых прародителей. Три мудри. Три мудри. Три мудри. Чего? Повтори, пожалуйста. Ну, три мудри. Три мудри. Что ты говоришь? Три мудри. Смотри, есть понятие в индуизме аналогично нашему треглаву, которое звучит как три мудри. Мудри. Мудри – это форма или как изображение, а три – это и есть три. А что такое мудри? Я знаю. Ну, тогда я помню. Ну, тогда почему бы не поковеряться, источник их и не изучить, как оно звучит? Ну, ладно. Так вот, какой еписит Брахму как проводителя? Ну, ладно. Как просто а вот есть? Немного. Я думаю, что вы не понимаете если. Хорошо. Тогда вопросу вам. Что лучше всего, а спрашивал у Сарагаса о философские наставления. А что Вы помните про Маганадха Радшистского? Хорошо, Датаяра, что такое Духу? Духу? Базар. Если человек полный, это вот такой, как он должен быть. А если человек жирный, то это он не полный, он чрезмерно. Это все равно, если бы по аналогии взять стакан, и в него, ну если бы он был из такого же материала, который расширялся бы, и в него лить, 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 и чтобы он расширялся и превратился в бочку. Ну да. Ну это слово фиело, зело, зло, оно давно еще извращено, испорчено, измучено, искалечено и выкинуто. Поэтому остается то, что остается. То есть была полнота духовной знаний, это можно? Это детально, конечно. Нет, тоже полнота, если мы говорим о физической полноте, то физическая полнота это когда человек не является исхудалым и истощенным, а является собственно такой, каким положено быть человеком. То есть если там, как сейчас говорят, что есть там стройные девушки, есть там полные, есть жирные, то полная это та, что 90-90, условно говоря. То есть, ну полностью там не какие-то там анорексические уже поползновения, а полностью как бы тело заполнено. А когда там сто килограмм, то это не полнота. У физки это зажирность называли. Ну да, однако сейчас слово полнота имеет под собой значение чрезмерно, к примеру. И допустим, понятие похудание с ухудшением сращено. То есть, огромное количество таких глюков в языке вставлено, которые стимулируют чрезмерное поедание пищи, которые стимулируют сон, которые стимулируют невежество. И если разобраться, что сейчас происходит, то как бы так оно и есть. Ну даже те же поговорки, вот как вы и привели, что хорошего человека много не бывает, и меньше знаешь, лучше спишь. И целая куча таких вставлено. Ну вот еще, ты еще помни, какие-то добрые. Ну да, то есть еще, ну это снова, это с разных эпох, разное. То есть получается, что имперские вот эти редакторы, которые редактировали российский язык, а следом за российским и местные тут у нас язык под это подгоняли. А потом приставили вообще структурно. Украинский язык сейчас практически является калькой со структуры российского языка. Только, правда, слова остались наши. А если разобрать саму структуру, то просто калька, падежи, вот те же самые падежи, временные формы, те же самые временные формы, половые формы, те же самые половые формы. Ну, все вот как в российском языке, можно найти точный синоним с украинского. С польского уже так не получится, уже там чуть другие идут. А это, да, полная калька идет. Только с небольшими такими изменениями. И получается, что если вот так вдумываться в то, как современные три наши языка устроены, я понимаю, что те, кто это делали, они выбирали из тех эпох, которые они... Потому что, понимаете, язык, он запечатлевал в себе разные эпохи. И, допустим, в каком-то селе могла запечатлеться эпоха еще княжеской Руси. В каком-то, допустим, Речка Спалита. В каком-то там, если это Россия, то цитаро-монгольские влияния или хазарские. Если это Беларусь, то там даже литовские или даже какие-то крестоносцы, какие-то элементы диалектические оставались. Соответственно, в наш язык есть даже переползновения, особенно у казаков, у запорожцев, есть переползновения некоторых терминов и некоторых смысловых рядов из татарского и турецкого языка. И имперские вот эти товарищи... Какие именно упадуты? Потому что они... Они там сражались, все втянули? Ну, не только сражались, они с ними очень сильно отширились. И в сражениях, и не в сражениях. Тот же Крыминский татар нанимал и их вел на поляков. То есть, более того, что бытность крымских татар и бытность казахов, она в значительной степени была аналогична. И те и те были вассальным уделом чего-то большего. Казаки, соответственно, Речи Посполитой, а татары Турецкой империи и как бы... А почему таки говорили Речи Посполитой? А в России и в Москве все было? Откуда? То есть, все их наобороты, что Казаки, то что они здесь корни имеют? Откуда там у них Казаки? Казаки, а это вот на Украине. Запорожские Казаки. Известно там... Вишневецких дал как бы добро на то, чтобы они развивались. Они потом его внуков всех и доставали. Кто ждал? На свою же погибель. И как получается? Вот, допустим, часть казаков снова взбунтовалась, поляки снова завинтили гайки, и эта часть казаков или должна пойти в тюрьму, или куда, или эта часть идет на восток. А до сих пор на востоке останки татаро-монгольских элементов уже все выветрились. Потому что там с татаро-монголами тоже сложная ситуация. И вообще как бы монголы тут да и ни при чем в принципе. А татарские, тюркские народы, которые были призваны из глубин Азии, они на одном этапе служили в качестве войск всем князьям, которые хотели восстановить велическую державу. Но с другой стороны, получилось, что они предали, сначала начали вести переговоры с Римом, а потом уже и значительной частью приняли ислам, и уже как бы не подпадали под это. И постепенно часть их была просто уничтожена, часть обратно ушла в Азию, и вон оно Казахстан, там Узбекистан, Туркмейстан, все это оно как бы и есть. А часть росла из России просто. И получилось, что сеть опять осталась пустая. Естественно туда устремили казаки. И это не было сказано угодно, да? Ну да, и получается часть казаков выгнали нормально. Время опять прошло, опять казаки взбунтовались, опять, опять поляки закрутили гайки, опять, 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 и так оно раз десять там осуществлялось, а там Россия их брала себе на службу. Потом они против России бунтовались, потом не бунтовались, потом их на восток отправляли, потом там так, сяк, то есть. И в конце концов, дальше снова, когда Россия окончательно захватила и подчинила Украину, слабожанщина, допустим, это территория от Воронежа до Кубани, в принципе. Это территория, которая заселялась казаками, в принципе, ну и украинцами. Однако территория, которая попала под полную культурную зависимость от Российской империи. И дальше, я же вам как-то об этом говорил, что, ну, представляем, вот, Московия, и от нее города на восток идут. И тут Беларусь, она участвует опосредованно, и тут Украина. А тут новоприобретенные территории как раз в Тепей. В Тепей и дальше в Сибири. И получается, конечно же, значительная часть переселения на восток идет в Москву и ее территории. И это переселение охватывает не только дальние восточные рубежи. Переселение идет и в Беларусь, переселение идет и на Украину, и в Молдавию, и в Крым тот же самый. И так же само с Украиной идет переселение. И переселение на восток, и даже на северо-восток, и аж до Казахстана, и, конечно же, тот же Крым, и, конечно же, другие прилега, Кубань, как ближайший от Росток. И опосредованно в Беларуси. Вот всем известный современный юзер великих русских патриотов, которые считают, что Аргар-Терийский, так и Омск, родом из Беларуси. То есть, его одна линия в Беларуси, другая кубанские казаки. Или донские, не помню, что он там говорит. Или с ней в пяти сверху. Ну, не важно. Все равно получается, что и кубанские, и донские казаки – это прямые выходцы с Украины. То уже выходит, что они не чисто кровные украинцы, скажем, а там поместь. Ну, возможно, причем незначительная поместь такая, что их можно считать украинцами. Украинцами, однако, русифицированные, так и еще на времена Украинской Народной Республики, начало 20-го столетия. Украинская Народная Республика и временное правительство бывшей Российской империи ввело переговоры. Ну, конечно же, они не хотели отдаваться, однако наши требовали, чтобы отдать, допустим, малиновый клин, отдать серый клин и отдать или поставить, допустим, какой-то совместный протекторат в зеленый клин. Малиновый клин – это Кубань. Серый клин – это Дон и Волга. Ну, как раз очередок донских казаков, донско-волвских казаков. И дальше зеленый клин – это Дальний Восток. И еще кто был против казаков? Такие не были против? Так, конечно, не были против. Они даже… К примеру, мне с Россией один знакомый прислал документы, в которых описано, что коммунисты там запрещали им совсем на украинском языке говорить. Под страхом застрела. Плюс известно, вот как сейчас российская пропаганда говорит, что не, не только, значит, на Украине был Голодомор. Конечно же, не только. И правда не только. Еще на других территориях, где жили этнические украинцы. Вы, допустим, карту Голодомора видели? Карта Голодомора – это что? Это центральная и юго-восточная Украина. И это дальше как раз восточные регионы, которые до этого были застрелены украинскими. И это дальше украинская, ну, такое даже не чисто украинское, будем говорить, а смешанное российско-украинское по Волжье. И дальше вот эта южная граница, там, где граница России и Казахстана, по сути дела, там также была украинская прослойка. И дальше на восток, в принципе, на времена Украинской Народной Республики, там, 18-й год, еще сохранялся этот прямой календор от Украины до Дальнего Волжтока. Это застрел на Украине. Застрелены пусть не полностью, но преимущественно. Вот как сейчас, допустим, в Восточной Украине та же самая. Что, как бы, преимущественно украинцы, однако периодически пользуются сепаратисты. Что-то, если мы периодически, мы там уже и там ходили. Ну, их еще туда завезли, это уже отдельный вопрос. Если завозить, то они и, как бы, на пустом месте возникли. Если их туда планомерно завозить, разными гуманитарными конвоями. И конвоировать, чтобы они туда не сбежали в матушку России, так сказать. Так, как мы на Западную Украину сейчас. Пересталенцы. Видно, пересталенцы так, куда проникают. И вот, то есть, видите, сначала уничтожили все наши восточные регионы. А теперь в рамках уже самого нашего оселедка еще восток у нас отгрызли. А вот этих, которые там не смогли отстоять свое, их сейчас на Западе принимают. То есть, они, естественно, будут разлагать местное население. И все это будет превращаться в тот же население. Ну, с другой стороны, как бы сказать, что у нас народ такой несчастный и несправедливый, а что-то я не могу. К примеру, смотрите, получается, вот, не будем далеко вдаваться в историю, возьмем времена князя Рюрика. Во времена князя Рюрика тут у нас был полный хаос. И если б не Рюрик, то со временем Хазары бы дошли не только до Киева, а до Искрастана. И Украина бы раньше перестала существовать. Ну, тогда она еще как бы не как Украина функционировала, а как несколько государственных образований славянского ведического толка. Ну, Рюрик не один, правда. Ну да, и получается, что не уделы, а разные государственные образования. Допустим, разные государства, скажу так. Да. А разные государства в рамках... Снова, тогда вернемся еще чуть по истории. Получается, что в начале нынешней эры все славяне, то есть все народы Европы, которые остались верны в юридической традиции, славянской традиции, славянской вере, они объединились в единую конфидерацию, дабы противостоять Риму. Потому что Рим в то время... И Рим, и Рим постоянно еще подкупал некоторые франкские... Ну, это сейчас говорят германские племена. И других, в принципе. Вот по рубежу славянских территорий и римских территорий везде там франкские племена. И лирийцы, они тут тоже, в принципе, поддеградировали. Дальше тут наши даки, которые сейчас румынами стали. Они также как бы и славяне, но славяне, которые уже продались Риму очень давно. Поэтому, вот как, допустим, сейчас Россия выстраивает в тех странах, которые ей мешают, очаги, как бы анклавы своего влияния, своей дестабилизации. У нас это все эти ДНРы, там в Молдавии Приднестровье, там в Грузии такие же штуки сделаны и так дальше. А тогда не было многих стран, и была одна линия противостояния. И Рим, чтобы не противостоять со славянами, понасоздавал на границе Римской империи славянских территорий кучу таких вот карликовых всяких вредоносных штуковинок. Да. И каждая эта вредоносная штуковинка, как только Рим ей переставал платить, она лезла и грабила римские территории. Как Рим снова начинал платить, эта штуковинка шла и грабила славян. Поэтому, естественно, что славянам было очень так понятно, что если они не объединятся и не дадут Риму отпор, то со временем вот так постепенно эти штуковинки будут полностью интерфорированы в Римскую империю. А подобные штуковинки будут развиты уже на более северо-восточных территориях, а потом и эти территории вольются в Римскую империю, штуковинки переместятся дальше. Постепенно так вот по столетию славянские территории будут просто сожраны. И получается, что славяне объединились, а позднее развалились на ряд, ну стали конфидерацией. Когда Рим разбили, когда славянские князья входили по несколько раз в разные группировки в Рим, наводили порядок и потом по научению и поддаваясь римскому влиянию уже сами с собой начинали драться. Потом Рим еще с Китаем заключил союз, китайцы прислали свое войско, и это все сейчас искажено в понятии гунов, хотя гуны там несколько совершенно разных явлений, которые сейчас в истории преподносят как изгунское нашествие. Если с точки зрения летописи Рахманской традиции, там было и как призвание некоторых славянских сил в Азии, и было то, что конкретно Великий Шелковый Путь, он существовал уже еще при Римской империи. Вы знаете, что это такое? Я не знаю. Скоро, что это еще и стоит, что это такое. И, в принципе, по летописям Рахманской традиции описано, что наши князья вылавливали некоторых римских лазутчиков, которых они находили за Волгой. Они их начинали допрашивать. Ну, что такое? Оказывается, что их посылали с дипломатической миссией в Китайский. И Рим, они с китайцами нарисовали карту о том, как они уже делят Евразию. То есть, при этом они не учли ни перцев, они не учли ни индусов, они уже все поделили там. Ну, перцы были сильные, что есть? Ну, там перцы раньше были сильные империи. Перцы были сильные империи до Александра, пока Александр не изничтожил основную верхушку их на княжеской и реческой касты. А с времен Александра до укрепления Римской империи и до этих времен прошло уже несколько столетий. То есть, на то время Перция уже была очень сильно ослаблена. Но все равно, все равно, хоть она уже не была мировой державой, но все равно нельзя ее сбрасывать со счетов. Однако, вот, римляне включили свои владения в Перцию, там, даже включили Индию, ее там нарисовали. Китайцам отдали почти всю Азию. Сами не знаю о том, какая она. То есть, такие справы. И те прислали свое войско, соответственно. И войско ударило по славянским народам как раз с той стороны, откуда не ждали. И поскольку это было синхронно с римлянами, то получилось, что многие славянские народы получились разбитые на 2-3, а то и больше частей. То есть, что мы можем видеть по истории и географии. И дальше, потом, в связи с деградацией всего-всего-всего, эта конфидерация дробилась, дробилась. И фактически, на времена Рюрика уже на Украине отдельно существовал искростанство своим, как бы, небольшим образованием государственным. Отдельно существовал, условно говоря, протаголичина. Хотя, поскольку вся Западная Украина и нынешняя Восточная Польша и Юго-Западная Беларусь входила в единую еще дополнительную федерацию, то для арабов это все называлось Арата. Или просто Арата, Ратания. Арабы, ну, арабы, они еще, как бы, культурно-территориальные, отчасти этнические преемники шумеров. А шумеры, они нашу страну, как правило, и называли Ратой, Аратой, не используя последующие названия. И дальше потом они даже делили, что скифы это, как бы, все-таки, как одна из волн, а Аррата это то, что там было, есть и будет. И для арабов так вот это Аррата, Артания, Ратания, так оно и осталось. А европейцы потом они еще переименовали это в Рутэния. И позднее Рутэния и Русиния, оно отождествилось и смешалось, эти понятия. Ну, это другая история. Суть в том, что Киев, там недостойные книги сидели, в Крыму сидел Аскольд, злостная зверюка, которая спотворивала нашу письменность. И, короче, деградация шла полным ходом. Рюрик объединил фактически от Новгорода до Киева все эти территории, присоединил Туров, присоединил, как раз, вернее, не присоединил, а Аррата сама на основе, как бы, независимого членства вошла в государство Рюрика. И Аррата, жрецы Аррата, жрецы из Крастана, там, Рахманы и князья, все были готовы Рюрику предоставить регалии, что он император. Ну, так не случилось. А Игорь, он должен был, как бы, быть защитником этого всего, а он пошел дважды брать дань из Крастана. И то, что наши, во-первых, до Рюрика довели нашу территорию до раздробленности, это уже нашим огромный минус. И дальше то, что они там не распяли, не растаскали конями, не зажарили жильем и ничего с ним сделали в таком духе Игорю, это еще больше минус. Игорь конкретно повел себя, как демон. Он пошел со священнослужителей требовать двойную дань. И вот, просто, если бы там у него войско было нормальное, они бы его там заживо зажарили, понимая, что он, ну, просто... А что можно, наверное, с другой стороны? Заглючили. Дальше Ольга пошла мстить в Игорь и спалилась в Крастан. И то, что, во-первых, ее войско по дороге не растаскало, я не знаю, заживо не мумичи сырали, или не сделало еще что-нибудь такое интересное, это тоже им огромный минус. Но даже если представим, что у нее войско было из каких-то неславянских, не знаю, представим, что наемники были. Хотя это бред, потому что известно, что и Олег, и Игорь на Византию ходили именно со славянским войском. И другим народам они давали отпор тоже со славянским войском. И Святослав потом ходил со славянским войском. Поэтому, как бы, и до Ольги, и после Ольги славянское войско было. И представить, что на времена Ольги, вот сразу после смерти Игоря, и до возмужания Святослава, славянское войско куда-то делось, и она набрала наемников, и с кого попало, ну, как-то это бредовно. Хотя, и в принципе, даже если это представить, то все равно, если у нас народ был нормальным, то из окружающих сел повыпрыгивали бы все, кто там жил, и ее бы распускали. Просто ее, вот чтобы другими неповадно это было делать, по всем ведическим канонам, ее нужно было прикончить самым жестоким способом, и возить во всей Руси, показывать, какая нечисть бывает в природе. А это сделано не было, наоборот, оно осталось так, что повезло нам, что там у Святослава мозги залились. Видно, генетика Рюрика давала себе знать. Ну, с одной стороны, генетика Рюрика, с другой стороны, то, что он учился у Рахмана. Ну, про что это свидетельство? Игорь Зависович, игорь Зависович, игорь Зависович, игорь Зависович, игорь Зависович. Игорь Зависович, игорь Зависович... Да, но получилось дальше еще хуже. Получилось, что Владимир начал бешенствовать. А после Владимира начал бешенствовать его сыночек, Самодур, которого называют мудрым. И дальше нельзя же сказать, что боги оставили Русь, нельзя же сказать, что боги такие несправедливые. Вон, по воле богов, Ярополк, Святополк, Скаламент организовали Великое княжество Литовское, где снова дали, ну и тот же Данила Галецкий туда же приложил свое участие, восстановили, дали возможность исповедовать физическую традицию, духовно развиваться. Но что-то нашему народу это не помогло. Что-то вот некоторые и начали развиваться, а другие продолжили деграбировать. Поэтому в конце концов, если так вот посмотреть, то и нас народ, как в маленьком понимании, как вот чисто Украина, и нас народ, как в большом понимании, все аревычи, не оправдав тех задач, которые на них вложили, заслужили того, что сейчас, допустим, аревычи на земле по разным подсчетам от 7 до 2%. Это кошмар. Это кошмар, потому что если практически взять все географические открытия, физические открытия, астрономические, любую науку возьмите, там всегда будут или непосредственно выходцы с территории Речи Посполитой или Российской империи, или дети мигрантов, или там какие-то чистокровные династии Западной Европы, вот тот же Меркатор, Герцард Кремер Меркатор, который карты Гитерборея рисовал, или Рантеус, Финеус, или там Нострадамов, или еще Парацелис, Ранио Мерро, то есть те, которые вложили свой вклад в культурное развитие современной цивилизации, можно сказать. И вот сейчас я там просматриваю один американский сериал, где они рассказывают о глубинах Вселенной, о новых астрономических открытиях. Смотрю там, один из тех, кто везет это все, Филипенко, фамилия. Хотя, так бы, там, ни о каких украинских странах его не говорится. Но Филипенко... Я немножко сама бы знала, вроде бы. Если бы это... Понятно, откуда фамилия берется. Если бы был он, допустим, Филипсом, то тогда, ну, тоже было бы понятно, что это... Потому что у германских народов, у них фамилии являются отчеством. Отчеством по самому достойному предку, это некий аналог ведической династичности. Когда берется тот же, например, Юрик, и от него ведется династия. Так у них какой-то... Или иногда вообще просто фамилиями это есть только отчество. Или фамилией становится отчество по самому достойному предку. Есть там какой-то... Ну, представим, тот же Филипп. И от Филипа там произошел один-другой. Вот они... А Сон, это сын поискому. То есть сын Филиппа. И если бы это была английская фамилия. Но его фамилия Филипенко. Что показывает, как бы, украинское происхождение. Ну, даже не украинское, а даже происхождение зреть и поспалить. Скажу так. Потому что это может быть какая-то, там, часть польского народа или белорусского. Ну, в порядке, в принципе, на Скидске... Ну да, но это же возникло не так, что оно и исторически было обусловлено. Это возникло просто по глупости Хмельницкого, что Хмельницкий на Украине начал поинтересовировать всякую заразу. И получается, что на Украине вся Швязь по Хмельницким была перерезана. Хотя он сам, как бы, был из Швязи. И многие его к полякам зачисляют вообще. Понимаете, вот его по фамилии, что он Хмельницкий, но говорят, а, поляк. А с другой стороны, Весневецкий, Родвиж Невецких, которых сейчас многие считают великими украинцами, основателями казачества. Родвиж Невецких на временах Хмельницкого как раз был одним из главных противников казачества. Почему такая крутая разница? Потому что пара столетий до этого казачество было Весневецкими разрешено, извращено для борьбы с турками и татарами. А когда Хмельницкий это обратил на борьбу со своими же, то, естественно, что им это не понравилось. А казачество это что? Это совокупность некоторых степных бородяг с того времени. Какая-то, 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 какая-то... Совокупность многих последователей каких-то ведических культов, которые не могли жить на территории под гнётом польской, католической, христианской, киевской церквей. Совокупность всех бандитов, что бежали с речи Посполитой, даже из других стран Европы. Ну и совокупность каких-то простолюдинов, которых они там просто на месте нашли. И там Байдович Невецкий думает такой, ну пусть будет себе. Всё равно вот там, куда-то так обучим, снарядим и отправим, пусть они там туркови татары режут. Ну всё равно с бандитом кого-то режуть хочется. А Хмельницкий уже совершенно под другое начал. Он всю Украину начал под это форматировать. И получается, что, естественно, все низы общества, речи Посполитой, как бы сразу стали к Хмельницкому. А шляхта, духовенство, и причём духовенство ведическое и католическое осталось на стороне короля, ну законного правителя. А хиевский патриархат на стороне Хмельницкого. Ну и как бы, вот так и рождены. И на Украине просто вся шляхта почти полностью была перерезана. А потом это остатки фамилии Скис, 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 вернулись снова на Украину, когда Российская империя захватила и к себе присоединила западноукраинские территории. Одно же время она даже Польшу захватила. И как бы, ну Польша это понятно, а вот территории, которые этнически ближе всё-таки к Украине, они были присоединены к Украине, и как бы потом фамилии эти вернулись. И потом, как бы, опять эта диффузия снова перемешалась. Хотя на временах Хмельницкого почти, кроме тех, кто стали верны ему, несколько человек, всех разумных, всю интеллигенцию, всю шляхту он перерезал. И оставил просто вот этих непонятных существ. Так что такие проблемы. Ну это уже его дело, как он там платит. Но вы говорили, что ему много проблем в нашем случае? Ну это другое дело, а как бы государство нашёл от этого. Всё равно он уничтожил нашу страну, всё равно он дал возможность Пруссии, Австрии и России дальше дробить и издеваться над нашей страной. На долгие столетия западная Польша была захвачена Пруссией. На долгие столетия Галичина была захвачена Австрией. На долгие столетия большая часть Украины и Беларусь, а потом и Литва были захвачены Россией. И даже Польша на некоторое время была захвачена Россией. А зачатки к смерти в нашей стране положил именно Хмельницкий. Так что в принципе, что хотели, то и получили. И если нас народ до сих пор, до сих пор у нас вот эти глюки всякие, что под Америкой быть, под Россией быть, под ЕС быть. А кем быть, как быть, так наши народы не хочется за этим думать. Ну и даже Россия не думает, кем ей и как ей быть. Вся философия России строится на ложном патриотизме и зависти Америки. Вот русские думают, ой, американцы такие богатые, как же это плохо. Ну как же мы хотим быть такими же. Американцы жрут гамбургеры и запивают колой. Ну как же мы хотим так же жевать гамбургеры и запивать колой. Ну правда, на ней можно сказать русская народная кола. Ну да. Ну или там не от города Гамбург, а переименуют его, не знаю, тульский пряник. Да. Может и так. Или скажут, что это модернизированная версия тульского пряника. К примеру, чего бы и нет. Можно с такой брестризмом. Но идеологически все равно России нету. Идеологически у них ничего нету. Вот Чудзинов начинает придумывать, что Россия там везде. И на Марсе Россия, и на Солнце Россия. И при этом интересно, что когда вот эти же самые товарищи слышат, что на Украине какие-то исследователи, как Шилов, как другие, доказывают, что на Украине есть древние какие-то артефакты, древние какие-то места, что собственно с Украины Россия-то и выросла, они начинают над Украиной смеяться, начинают все это говорить. А вот когда Чудзиновы всякие там и прочие товарищи говорят, что Россия это родина всего, что только может быть, вот это они слушают, они хлопают, они аплодируют, они такие... У нас полноволия еще украинцы с окружающими насилиями, которые, собственно, высловцы ее национальные, так и россиян, кажется, что всяких войн в России, не так? Ну, как бы... как бы так. Хотя вот, что касается, допустим, исторических фактов, они это все или извращают, или вообще не хотят в упор видеть. Но у нас тоже глюк с тем, что наша, как бы, государственная пропаганда, ну, можно сказать, что ее как бы и нет в таком плане, как она должна была бы быть. Но вот тот глюк, который на Истании есть, они культивируют память не времен той же самой Киевской Руси, а они культивируют времена казачества. И вот даже там эта песня, что к козацкому роду нема переводу, в гимне нашем написано «Бракца к козацкому роду», все такое. Что сами застанье будут доказать? Хотя, вообще, дальше получается. Вот есть официально Геродотом записанные списки, списки царей. Но в школе это, как бы, не учится. Или учится это в качестве древней истории, что типа... Да, когда-то тут у нас бегали мамонты, после мамонтов тут у нас бегали пещерные люди, после пещерных людей была такая трипольская культура, после трипольской культуры Ямна, потом бегали такие кемерийцы, после кемерийцев пробежались Скифы, после Скифов пробежались Тарматы, и потом, потом, потом... В общем, завелась такая себе Русь. А мы типа вот казаки. Это тоже бред, которая вообще... Это же колоссальная ошибка, что они именно такую политику ведут. И в России бред, когда Россия апеллирует к славянству, хотя Россия могла бы апеллировать, допустим, к каким-то финоугарским, или вообще попытаться апеллировать к проэндоевропейским корням, потому что территориально она... Ну, нельзя сказать, что это славянская страна. Там тюрков, финоугров огромное количество. И учитывая такое этническое и географическое расположение, они могли бы предложить программу того, что давайте все-таки восстановим то, как оно было. А они говорят, нет, не давайте скрестим славян и тюркам. И вот Фоменко Инусовский пишет новую хронологию, где там сказано, что тюркские ханы – это и были российские цари, и все такое, и что, собственно, тюрки – это и были русские. У вас тюрки, но тюрки – это опять какой-то. Ну да.